Сгоревший храм Казанской иконы Божией Матери в селе Ильинка Астраханской области в скором времени предстанет перед селянами во всем благолепии. А пока местные жители впервые после пожара встретили престольный праздник в Нижнем храме. Восстановление Верхней Церкви продолжается и по-прежнему средства на строительные работы собирают всем миром. Римма Хохлова подробнее. От речки Чурка до Казанского храма рукой подать. Но от Астрахани до Ильинки более 60 километров. Чуть ли не половина по бездорожью. Но паломники не чувствуют усталости и не сетуют на жару. Любимый праздник в церкви, который сейчас строится всем миром на месте сгоревшей, святое. Этот храм нам очень нравится. Мы очень любим его и хотим, чтобы он быстрее восстановился. И мы здесь просто душой отдыхаем. Нам здесь радостно и благодатно. К этой беде никто не был равнодушен. Как сюда приезжали люди, так они будут приезжать. Наверное, еще больше. Потому что это очень святое место. Приезжаешь на лодочке сюда и душа радуется. Обо всем забываешь абсолютно. Торжественный молебен и крестный ход. Верующие прикладывали с казанской иконы Божьей Матери. Художники сделали копию со сгоревшей в огне старинной святыни по фотографиям. Это наша спасительница всего рода человеческого, христианского. Поэтому как ее не любить? Мы ее боготворим, мы ее любим. Молимся ей, чтобы она нашу Россию берегла. Чтобы мир был на всей земле. Молимся сейчас за украинскую землю. В отреставрированном нижнем храме новенький одноярусный иконостас. А также восемь ковчегов с частицами мощей великих святых. В том числе Николая Угодника из итальянского города Бари. А к престольному празднику из Иерусалима привезли редкую икону Богородицы. На ней Божья Матерь улыбается. И вот когда на сердце плохо бывает, а тяжело, ты подходишь к Матери Божией, только посмотришь в глаза. Глаза у Матери Божией тоже живые. Вот посмотрите, у нее живые глаза. И у тебя вся печаль твоя, вся боль твоя проходит. И на сердце радостно. И чувствуешь, что Матери Божией с тобой. Сказочный русский терем, резное деревянное кружево, церковь растет не по дням, а по часам. И в этом верующие тоже видят помощь своей небесной покровительнице. Самое главное, нам нужно крышу сделать, купола поставить, чтобы дождик не проникал сюда, в помещение. Вот это самое главное. Крыша, купола, ну и внутренние отделки, там двери, окна и все прочее. Как в доме, но это дом Божий, поэтому мы еще больше за него должны родить и стараться. На наших глазах, говорят паломники, сегодня происходит чудо. Ведь это уже в третий раз рождается церковь на этой земле. На осеннюю Казанскую, надеются верующие, праздничная служба пройдет уже в верхнем храме.